Седьмой класс, седьмая серия. Свойства степени с натуральным показателем. Первое свойство. Если перемножаются степени с одинаковым основанием, основание остается прежним, а показатели складываются. Второе свойство. При делении степеней с одинаковыми основаниями. В том случае, если основания не равно нулю, если m больше, чем n, основание остается прежним, показатели вычитаются. Третье свойство. При возведении степени в степень основания остаются прежним, показатели перемножаются. Четвертое свойство. При возведении в степень произведения В эту степень возводится каждый множитель. Пятое свойство. При возведении в степень дроби в эту степень возводится числитель и знаменатель. b не равно нулю. Задача. Делится ли на 6 значение произведения? Первый множитель 3 в десятый, второй множитель 4 в пятый. Да, делится, потому что первый множитель делится на 3, второй множитель делится на 2, потому что основание степени делится на 2. 2 и 3 взаимно простые числа. Значит, значение произведения будет делиться на 6. Причем значение произведения будет делиться даже на 6 в десятый. 4, если представить как 2 в квадрате. 2 во второй степени возводится в пятую степень. При возведении степени в степень показатели перемножаются. Значит, второй множитель будет 2 в десятой. Если 3 в десятой умножить на 2 в десятой, будет 6 в десятой. Значит, значение этого произведения будет делиться даже на 6 в десятой. Уравнение с параметром. Первое уравнение. Уравнение с неизвестным х и параметром а. Надо рассмотреть тот случай, когда а отлично от нуля и когда а равно нулю. Если а не равно нулю, можно разделить обе части равенства на 2а. Уравнение имеет единственный корень. х равен 5 делить на 2а. Если же а равно нулю, слева от знака равенства 0, а справа 5. Неверно, решений нет. Ответ записывается в две строки. Если а не равно нулю, х равен 5 делить на 2а. А если а равно нулю, решений нет. Второе уравнение. Множитель перед х содержит параметр а плюс 7. Точно такое же выражение справа от знака равенства. Надо рассмотреть тот случай, когда а плюс 7 не равно нулю и когда это 0. Итак, если значение этого выражения отлично от нуля. То есть а не равно минус 7. Делим обе части на а плюс 7 и получаем х равен 1. Если же это 0. 0 умножить на х – 0. Верно для любого х. То есть если а равно минус 7, х – любое число. Третье уравнение. Обратите, пожалуйста, внимание, что х и слева, и справа от знака равенства. Вот это слагаемое надо перенести в левую часть и привести вот к такому виду. А затем рассмотреть два случая. Когда это не 0 и когда 0. Если множитель, стоящий перед х, не равен нулю. То есть если а не равно одному, х равен 5 делить на а минус 1. Если же это 0, это будет в том случае, если а равно одному. Слева будет 0, справа – 5. Равенство неверно. Решений нет. Четвертое уравнение. По формуле разность квадратов раскладываем на множители. А теперь надо рассмотреть три случая. Когда вот эти множители, стоящие перед х, принимают значение отличное от нуля. И когда один из множителей равен нулю. Давайте посмотрим, что получится. Если эти множители не равны нулю. А это будет в том случае, если а не равно плюс-минус 3. Можно разделить обе части равенства на произведение этих множителей. И получаем, что х равен 1 делить на а минус 3. Так, что будет, если этот множитель равен нулю? То есть а равно 3. Что получится? Здесь будет 0 слева от знака равенства. А здесь будет 6. Неверное равенство. Решений нет. Так, теперь рассматриваем третий случай. Если в 0 обращается вот этот множитель. То есть если а минус 3. 0 слева, 0 справа. Х любое число. Итак, ответ записываем таким образом. Если а не равно плюс-минус 3. Х равен 1 делить на а минус 3. Если а равно 3. Решений нет. Если а минус 3. Х любое число. Вот таков ответ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok